У президента могло быть основания об этом заявить. Во-первых, потому что услужливые клерки из Минфина и Минэкономразвития явно представили ему, как всегда, розовую приукрашенную информацию о состоянии дела в экономике. Мы знаем о том, что господин Улюкаев, который всегда участвует в подготовке такого рода документов или выступлений, рисует всегда сверхоптимистическую картину о состоянии нашей экономики. Мы достигли дна, мы начинаем подниматься. Это обычная тема, которую проводит господин Улюкаев на протяжении уже двух лет, в течение которых Россия находится в кризисе. Явно совершенно, что президент говорил как бы со слов господина Улюкаева. Ну, он должен внушать уверенность и бодрость нации. Вот этим он и занимался. Но цифры говорят о другом. Цифры-то говорят о том, что вот посмотрите, что происходит. Спад в промышленности 3 с лишним процента, снижение реальной заработной платы от 9 до 10 процентов. Спад потребительской активности, а это самый главный индикатор, так сказать. Ходят люди в магазины или не ходят. 13 процентов. Это означает, что в карманных людей нет денег. Это означает, что экономика не работает. И при всех криках о необходимости привлечения иностранных инвестиций, хорошо известно, что основной двигатель развития экономики является потребительский спрос. Если потребительский спрос падает на 13 процентов, это означает, что экономика находится в глубочайшем кризисе и продолжает падать. Потому что инвестиции тоже снизились на 4 с лишним процента. О каком развитии, о каком восстановлении экономики можно говорить, в случае, если инвестиции у нас падают. То есть президент нарисовал, конечно, розовую картину для того, чтобы успокоиться граждан. Кстати говоря, у него тоже были основания для оптимизма. Администрация президента потратила 16 миллионов рублей на аренду залов, в которые выступал господин Путин. С гордостью заявили о том, что собралось почти полторы тысячи журналистов. Абсолютно непроизводительные колоссальные расходы. То есть, с одной стороны, мы видим падение экономики. С другой стороны, мы видим сохранение курса на какие-то представительские траты, для того, чтобы показать, что нет, мы по-прежнему богаты, крепки и здоровы. Не совпадает экономическая статистика с розами заявлений президента. Действительность гораздо хуже, нежели та, которую рисует нам господин Путин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова